я вас всех приветствую решил сегодня сделать этот стрим по поводу нового скандала как я уже вот написал в превьюшке нового скандала который опять в очередной раз коснулся национального телевидения осетии решетон на этот раз два бывших сотрудника спортивной редакции над ств написали посты в фейсбуке и в инстаграме о том пойти что и почему их заставило уйти с работы в частности первая была кристина кукаева человек которого я действительно искренне очень уважаю которая которая приехала из москвы работала здесь и теперь скорее всего снова уедет обратно в столицу потому что здесь ну как мы с ней сегодня разговаривали сегодня здесь скорее всего ее таланты ее работоспособность больше не пригодится не пригодятся и так в чем же дело дело в том что кристина кукаева мы с ней разговаривали примерно месяц назад и тогда же нам не раз рассказал о том что собираются уходить об этом тогда уже все на нацтв были в курсе всего руководства она не рассказала в чем дело сказала что не может работать в условиях где подвергаются дискриминации не то чтобы даже женские виды спорта сейчас это на самом деле ну неважно по сравнению с тем что дискриминации подвергаются в принципе женщины которые спортсменки которых как же там было то сформулировано господи вроде бы как после прихода на нацтва нового руководства появилась такая негласная идея о том что женщина должна сидеть дома а мужчины должны зарабатывать деньги и в связи с этим вот девушки которые прославились в мужских видах спорта они так скажем стали нежеланными гостями на национальном телевидении кристина описывает историю с новогодним эфиром где были вырезаны из этого собственно самого эфира давайте я вам сейчас скажу кто ирина макеева это наша многократная чемпионка мира по армрестлингу допустим кто здесь пара армрестлинг чемпионка мира по пара армрестлингу алина мильзгова футболистки дегурова и туриева арнелла хитеева по боксу чемпионка фатима дудиева тоже по боксу чемпионка амина танделова чемпионка европы по борьбе то есть фактически новое руководство над ств в лице а новое руководство над ств это тимур гудиев они поставили такой негласный запрет на участие женщин которые занимаются условно мужскими видами спорта в эфире национального телевидения вот после где-то через некоторое время через час после того как кристина опубликовала свой пост тоже бывший сотрудник над ств бате килаев написал практически подобный же пост где тоже объяснил свой уход с над ств вот этой новой политикой тимур тимура гудиева и и батик и кристина они намекают на то что новое руководство она согласовывает все свои шаги с более высшестоящим то есть это где даже в комментариях уже сказано это фатима сабанова и уже от фатима сабанова это идет вячеслав битаров скорее всего так потому что в принципе над ств это детище вячеслава битарова на которой он не может не оказывать влияние через собственно фатиму сабанову вот мы не знаем почему так происходит можем лишь догадываться о том что скорее всего вот вот это нежелание видеть условно сильных женщин физически сильных женщин она пожалуй наверно связано с каким-то непонятным какой-то непонятной трактовкой астинского вдал где вот женщина должна быть женственной мужчина должен быть мужественными все должно быть вот именно в этих рамках никакие отступления от этих правил они не приветствуются в принципе сейчас на над ств происходит то же самое на мой взгляд да и не на мой взгляд в принципе это началось с того как над ств покинул над ств покинул его человека стоявший его истоков эльбрус дабиев и его так скажем сподвижник сподвижница ирина каргинова после оттуда ушли ушла ольга дзюгоева и в принципе много кое-кто еще ушел потому что люди не хотели работать в тех условиях которые вот сейчас стали реальности давайте я скажу так я очень критично отношусь к деятельности господина битарова на посту главы республики но при этом я никогда не отрицал того что национальное телевидение в том виде в котором оно было изначально это очень удачный проект очень удачный проект и с точки зрения телевидения в принципе телевидение вот в самом лучшем его смысле оно не было провинциальным оно было по-хорошему столичным плюс к этому эльбрус сумел собрать там людей которые ну действительно могли и хотели что-то делать после того как эльбрус ушел я не знаю по своей воле он ушел или его вынудили уйти или может он не хотел мириться с какими-то новыми доктринами но факт то что он ушел за им вслед за ним ушла ира кардинова после этого на ctv покинула и ольга дзюгоева в итоге все получилось так то что мы имеем сейчас по моей информации опять же ну вот этот скандал с оди горским языком он имел место быть то есть там кому-то показалось что ведущие не должны говорить на оди горском языке хотя в принципе до этого это было такой было такой изюминкой знаете вот национального телевидения они решили привести все к единому знаменателю и сделать так что все говорят на иронском условно иронском диалекте все кому не нравится они не говорят на нем или то есть там никаких других диалектов в принципе больше там услышать нельзя после этого была история со снятием двух программ которые тоже посчитали какими-то не наши культурными так называют то есть это программа в которых кому-то показалось что там присутствует что-то условно не осетинская они решили это тоже убрать там вот дай бог памяти я не помню как они назывались но там канарейки по моему и еще вот еще какая-то программа была тоже делала них пост ну в общем их убрали или может может подрихтовали сделали так что они уже вписываются так скажем в мировоззрение людей которые сейчас находятся у руля национального телевизор с уходом эльбуса дзабиева но очень потеряла очень потеряла в качестве и в наполнении как ты и стала больше склоняться к такому бочному пониманию ах дал то есть такое знаете вот без каких-либо отклонений как и вот это понимание вдал которая сформировалась в головах у нескольких людей и которые по сути если имеет отношение к настоящему условно мух дал то очень такое опосредованное это мне очень неприятно потому что как я уже сказал для меня для меня на ctv из всего того что было сделано при вячеславе битарове она это было очень был очень успешным проектом очень успешным проектом который было интересно смотреть и до того момента как оттуда стали уходить люди там действительно было очень креативно очень интересно и принципе как я уже говорил это было не провинциальное телевидение это было по-настоящему столичное телевидение которую смогли сделать здесь у нас во владикавказе и это было правда очень круто сейчас все это изменилось и поэтому мне ну мне неприятно что так происходит я надеюсь что ну я уже в принципе ни на что не надеюсь потому что я так понимаю что новое руководство но не отдаст правды правления больше никому туда уже вернулись извещения с которыми боролся и насколько я знаю эльбрус дабиев и оландии амбеков и на алании и естественно при эльбрусе дабиеве никаких извещений на национальном телевидении бы не было я понимаю что это очень востребованная передача нет действительно я без шуток это понимаю но мне кажется что извещение именно на спутниковом телевидении которые вещают на весь мир они ну так скажем не совсем уместны тем более там сумма тоже не очень такая большая чтобы можно было говорить о том что она может сможет вернее закрыть какие-то финансовые дыры если они есть конечно в функционирование национального телевидения но тем не менее это было сделано вернуться фарна хаббарта в общем все все то что по все то почему мы не скучали на алании возвращается на вернее приходит на национальное телевидение я сейчас посмотрю комик комментарии которые вы мне писали под прошлым под эфиром который у меня сорвался али пухаев кстати мне звонил поэтому видимо что-то не то так чтобы правильная была политика обещаю жестче поступила это известные причины герман арис пишет что видимо он одобряет то что убрали соседки вещание женские виды вернее мужск мужско-женские виды спорта наши женщины сейчас даже активнее мужиков прославляют осетию зачем им препятствовать они сами себе яму роют народ за девушек горой встанет руслан бимбасов пишет я думаю что не встанет я думаю что у нас такой аморфный народ что нужно какое-то очень большое потрясение чтобы он действительно за кого-то из-за кого-то встал дело даже не в женщинах девушка ха просто даже вот чтобы люди в едином порыве стали за кого-то ну для этого нужно что-то очень серьезное кстати насчет этого я если говорить о том что за за кого мы встанем то мне очень приятно то что происходит сейчас это касается арнелла персаева арнелла персаева которые собирают деньги и в принципе собрали уже довольно много и вот такое объединение людей это для меня очень и очень приятно так что возможно встанут но я почему-то процентов на 80 думаю или даже на 95 что никто ни за кого не встанет единственное они могут девушки которые спортсменки они могут объявить бойкот национальному телевидению и это будет действительно серьезно так сам не понимаю почему битаров против женских видов спорта в чем логика логики я не вижу тоже за рота 5 германа рис пишет за ур я часто с откровенной дискриминацией сталкиваюсь жизни к сожалению это еще есть пишет индира габулаева идира габулаева я не спорю что дискриминация есть я категорически выступает против нее меня никто никогда не убедит что женщины чем-то хуже мужчин но при этом я думаю что у нас в осетии дам я сейчас наверно многие осудят но мне кажется что вот по сравнению с соседями за исключением конечно кабардино-балкарии да по сравнению с соседями у нас картина еще более менее нормальная потому что так я не считаю что наши же девушки наши женщины настолько зажаты и их прям вот сильно давят да действительно есть какие-то и таких моментов много но это конечно не идет ни в какое сравнение с теми же соседскими нашими соседними нашими регионами герман али ариф ну конечно иди раз этим надо бороться и лично со своей стороны я вот что могу то делаю герман ариф пишет дешек ты оба тоже так поступил по отношению к девушам хотя нет не так еще жестче вот ну тут герман ариф известен своей антифеминистской позиции я не удивлюсь я не против чтобы мнения были разные но тем более герман никогда не переходит на личности за что ему большое спасибо цру пытается тебя остановить алан татаров нет вот эндира пишет да по сравнению гораздо лучше да я тоже так считаю и мне в принципе это приятно так вот что еще хочу сказать насчет национального телевидения мне когда я бываю в алагире там мой дом отчий дом так скажем у нас постоянно бывает включен канал осетия и решетон и вы знаете ничего кроме фильмов старых фильмов мне в принципе там смотреть не интересно к сожалению раньше еще было можно было посмотреть сейчас я ну не вижу там чего-то такого что было бы допустим интересно посмотреть мне даже не спалины не в плане того чтобы узнать что-то новое а просто потому как это сделано насколько это профессионально сделано и насколько это ну сделано так скажем с душой я не нравится мне эта формулировка но здесь она как бы уместно и сейчас там вот больше вы знаете буквально недавно когда был в алагире там показывали передачу про ветеранов и это было настолько вот у меня было ощущение что я вернулся где-то в свои десять десять лет еще во времена советского союза нет не тогда было десять лет мне было до во времена советского союза это где-то 88 90-е годы и вот точно так же вещали про то что там надо любить родину причем когда это говорят открытым текстом надо любить родину да вот это вот все вы знаете надо быть патриотами когда это говорят открытым текстом это не вызывает ничего кроме неприятного чувства омерзения отвращения потому что такие вещи открытым текстом произносить категорически нельзя есть настоящие патриотические фильмы передачи которые смотришь там не слова там нету слова патриотизм там нету слова родина но это сделано настолько круто это сделано настолько мощно что человек смотря эти вещи он начинает понимать что до него хотели донести авторы а когда вот так уже в лобовую надо любить родину там мы там лучше всех это ну на самом деле глупо ну и тем не менее сейчас на надставе именно такие передачи вот это может быть я ошибаюсь но это то что я увидел находясь около телевизора ну часа на может быть два два с половиной но такие вот передачи нам демонстрирует что здесь еще эдик кобяков пишет извините пропустил о чем речь что за скандал эдик я тебе повторю ты можешь зайти на мою страницу у меня прервался эфир и вот предыдущие предыдущие видео там как раз есть об этом то что она над ств запретили показывать девушек которые занимаются условно мужскими видос видами спорта это борьба бокс армрестлинг ну и дзюдо и наверное все такое прочее светлана бить и добрый вечер завры всех привет сюда с вам тоже привет за ордуцев честно говоря против участия женщин в бойцовых видах спорта в тяжелой атлетике но вот армрестлинг вполне миролюбив за дело же не в том кто против и кто за это их выбор они хотят этим заниматься они никому этим не мешают ну вот если девушка хочет заниматься боксом ты подойдешь мне и скажешь ты знаешь я против нет ты же так не скажешь или никто не скажет нормальный человек это их выбор они могут этим заниматься если хотят у нас все-таки надеюсь свободная республика и свободная страна другое дело и понимаешь за при этом же в этом многим интересно ведь действительно как бы это спорт это ну людям нравится тем же девушкам это нравится так что я абсолютно не против да мне тоже меня тоже коробит когда я вижу как девушки занимаются боксом но это не значит что я буду против того чтобы они этим занимались это их дело роман берн пишет за ртут все намного проще просто следует перевести эту тему с публичных дискуссий в плоскость уголовного законодательства поскольку на лицо признаки экстремизма данное преступление следует квалифицировать по 282 ну понимаешь роман в чем дело это можно было бы квалифицировать как уголовное и да может даже административное преступление в том случае если бы это было подкреплено чем-то документальным но этого нету нету ни одной бумаги ни одной подписи конечно нет это все идет исключительно вот в устной форме точно так же как это было с историей с дегорским языком здесь ровно та же самая ситуация а то что люди увольняются ну это их право они могут увольняться это любой начальник скажет что он не против того чтобы увольнялись вот так что вот такие вот дела у нас происходят на нашем национальном телевидении хотя национальное телевидение наверно будет говорить неправильно вот такие дела у нас при это показатель того что происходит не не в отдельно взятом коллективе таком к таким как над ств это происходит у нас в принципе повсеместно по всей осетии это мы можем видеть когда одни начинают читать что они имеют право диктовать другим каким жить кто-то ездит за извинениями другие ло отлавливают людей на улицах требуя чтобы они там надевались как местные вот дэвид моментов не даст соврать и у нас нету неприяльность не поднимаются люди для того чтобы просто вот в едином порыве нормальные адекватные люди чтобы встали и сказали ребята остановитесь мы так не хотим мы не хотим чтобы было как у соседей мы не хотим эпидемию извинений мы не хотим чтобы нас считали недалекими горными баранами мы этого не хотим но почему-то адекватные люди молчат вот и пока молчат адекватные люди голос имеют те кто считает себя вправе я повторюсь он считает себя считает себя вправе решать что-то за других в частности как другим жить как другим себя вести как бы что другим носить и как другим думать хотя люди которые так считают им самим думать особо бывает нечем но при этом они считают себя правильным это вот такой такое понятие знаете чем опять доннинга крюгера называется когда чем меньше квалификации у человека чем меньше у него образование тему на становится более нетерпимым он становится более агрессивен и ему с начиная отказаться что он прав а остальные а мнение остальных совершенно неважно при том что человеку которого интеллект больше у него и сомнений больше ну вот почитайте вот называется эффект доннинга крюгера это как раз все это как раз о том что происходит на сегодня в осетии и история над ств но свежая история на над ств который кстати уже появилась в маше это на на минутку самый крупный телеграм-канал россии она уже есть там и мы опять прославились на всю россию мы опять впереди планеты всей опять круто мы не чем-то хорошим прославляемся мы прославляемся вот такими скандалами вот давайте посмотрим комментарии вот алан татаров если ты хочешь как у соседей алан татаров тут то ты не хочешь как у соседей это точно знаю так фатима лучше бы занялись делом что время не было всякую за тут все много прошлость перевести да 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 сейчас ну вот герман арис пишет что это не их выбор что они подают пример другим представителям прекрасная наша половина да никто никому не подает пример герман и если человек не хочет этим заниматься ты ему хоть десять примеров подай он не будет заниматься боксом ну не будет мы же не стали борцами я не стал еще много парней не стали борцами хотя примеров вокруг было выше крыши ну не никто же это не совсем пример просто это ну человеку нравится он это делает вот хозяин барин пишет эдик кобякаев редакционная политика и все такое прочее нет эдик да здесь я с тобой согласен что редакционная политика и я как раз выступаю вот сейчас за то чтобы эта редакционная политика она изменилась хотя бы хотя бы стал хотя бы такой какой было совершенно недавно а тогда конечно ты права не могут хотеть от всех заставить платочках ходить еще без проблем вот валентина байкулова пусть занимаются красивые крепкие спортивно сложенные девушки такими видами спорта если им нравится очень даже красиво это не это же не вечно несколько лет и девушка сына брусь и все ну у каждого своим не свое мнение на самом деле есть я только поддерживаю разность мнений это всегда хорошо плюрализм да это называется в общем вот такой стрим у меня был спасибо вам за то что были со мной не не было правда очень интересно с вами общая республика руководят малограмотные неучи от этого торжества серости во всех сферах жизни и на вот этой ноте с которой я полностью согласен мы заканчиваем наш эфир спасибо большое с вами было здорово